Так, всем привет! Сегодня в видео мы с вами поговорим на такую тему про накопление, да? Нужно ли деньги вообще копить, зачем их копить и как их копить? Я сам занимаюсь этим, да, я сам коплю, откладываю деньги. Давно это уже делаю. Первоначально я решил это сделать перед тем, как поехал в Питер. То есть я себе поставил цель, да, мне нужно накопить сумму денег для того, чтобы переехать в Петербург. Ну, то есть, чтобы меня здесь хватило на первое время, да? И вот с этого, в принципе, я начал, это было моим таким началом, и сейчас я до сих пор продолжаю это делать. Так, я не знаю, будет ли вам слышен тут шум. Я окно открыл, машины проезжают, но я специальный микрофон подключил, который вроде как улавливает эти шумы. Так, во-первых, зачем копить деньги, да? Приступим с вами к этому вопросу. Ну, опять же, я все говорю, свое мнение и делюсь с вами своим же опытом. Почему я это делаю, да? Ну, и вообще, почему призываю вас так делать? Существует сейчас такая система вообще, как, ну, всем, наверное, известная, да, так называемая кредитная карта. Вот, вы в банк приходите, да, вам могут там предложить, вот, возьмите там кредитную карту, там, с лимитом даже условно, там, 30-50 тысяч рублей, там, льготный период, там, такой-то, такой-то. А, там, обслуживание бесплатное. Вот, если у вас там вдруг деньги закончатся, вы можете там ни у кого из друзей там не занимать в долг, да, а, допустим, пользоваться этой картой. Сразу отмечу, я уже говорил один раз и еще раз говорю, я вообще против всех кредитов. Банковские карты, кредиты, там, потребительские еще какие-то. Единственная форма кредита, которую я поддерживаю, это ипотека, да, действительно, это единственная форма кредита, которую, вот, за которую я вот так вот, у меня у самого есть ипотека. И, в принципе, только единственная вот эту форму кредитования я поддерживаю. Даже, я хочу сказать, знаю людей, которые тоже так же поддерживают эту форму кредитования, ну, ипотека, форму залога, да, залога вот недвижимости, да, вместо того, но люди не поддерживают всякие там банковские карты и прочие потребительские кредиты. Так вот, для того, чтобы вам это не делать, для того, чтобы вам не просить в долг у кого-то, да, ну, на какие-то там неотложные, да, нужды, не оформлять ни в коем случае эти банковские карты, конечно, лучше для этого, именно для этого нужно копить деньги, да. Кстати, я, ну, относи, когда-то там разговаривал с человеком, да, он работает в банке, и вот он говорит, да, я этим занимаюсь, то есть, работаю в банке и предлагаю людям оформить кредитную карту. Он говорит, все-таки, да, я признаюсь, что это, ну, приходится людей, в общем, обманывать. Это нехорошо, так скажем, приходится как-то вот обманывать людей, он говорит, это несправедливо. Так, как копить деньги, да? Так, да, теперь, вот как начать их копить? Смотрите, в первую очередь, перед тем, как копить деньги, нужно на себя, ну, себя морально на это подстроить, то есть, вы должны сказать, я готов копить деньги, все, то есть, вы себя должны, в первую очередь, для этого настроить. Следующее, вы должны поставить для себя определенную цель, да, для чего вы хотите накопить, да, эти деньги, то есть, может, вы там хотите автомобиль себе купить, хотите накопить, может, вы там хотите себе на путешествие. накопить денежку да то есть обязательно определиться с целью да если нет у вас цели обязательно нужно просто копить просто вот копить просто вот брать и откладывать до получили зарплату чуть-чуть отложили в лучшем случае хотя бы 10 процентов я думаю в принципе тысячу рублей там даже какой сейчас тысячу даже две тысячи рублей сейчас я думаю каждый вполне может просто отложить просто вот отложили денежку и все она у вас лежит вот как значит как хранить да эти деньги я щас чуть более подробно расскажу об этом смотрите у вас будут деньги да и когда него слежат да а если вдруг даже там какая-то уже сумма накапливается у вас есть желание их на что-то потратить да вот вы что-то там увидели и вот вот хочу купить хочу купить вот как себя предостеречь от этого да вот от таких вот знаете быстрых покупок что ли да вы можете положить деньги на какую-то другую банковскую карту и просто оставил положить эту карту день будьте себя там дома в шкафчике все главное запомнить где она у вас лежит и все лучше даже не иметь никаких мобильных приложений этого банка для того чтобы у вас не было какого-то там мысли до каких-то но взять их и потратить можете сделать так можете просто положить эту денежку не знаю там куда-нибудь в конвертик и этот конвертик куда-нибудь подальше положить шапоном особо не кидался в глаза вот вы как бы и знаете что у вас деньги лежат и что вас деньги есть ну как бы не хотите их тратить но опять же если вы себя морально хорошо настроить чтобы готовы копить у вас не будет таких вот быстрых решений чтобы все я беру деньги иду тратить ну или опять же банковские вклады просто вы берете даже положили деньги там на определенный срок на три месяца на полгода в банк под процент и все и то есть там при таких условиях даже вы их не снять ничего не можете то есть они у вас тоже как лежат они вас копятся дальше в чем копить деньги да есть то есть вы можете копить ну по крайней мере я же из россии да можете копить в российских рублях можете копить в иностранной валюте можете копить в ценных бумагах то есть там всякие акции облигации вот поэтому в принципе где-то де лично дело каждого в чем копить я изначально начинал копить в рублях изначально начинал перед тем как ехать питер я начинал копить в рублях сейчас я тоже в принципе продолжаю копить в рублях Да, у меня есть небольшая сумма в иностранной валюте, которую я там купил в прошлом году, и все, она до сих пор лежит. То есть я больше не покупаю ничего, то есть я продолжаю копить в рублях. Ну, а так личное дело ваше, то есть как копить, это решаете очень сами. Так, еще два способа накоплений, какие есть еще, могу сказать. Смотрите, вы можете копить, как на определенную цель, вы себе поставили, да? Опять же, путешествие, там машину себе вдруг хотите купить, там на первоначальный взнос накопить, квартиру хотите купить, там на первоначальный взнос, да, вам нужны деньги. Там какой-то дачный участок, земельный участок хотите купить. Вы купите деньги на это, но также вы еще дополнительно откладываете деньги, ну, так сказать, на непредвиденные расходы, на какие-то непредвиденные расходы, да? Смотрите, то есть вы получаете зарплату, условно говоря, я снимал видео о том, как распланировать свой бюджет, как я это делаю. Я ссылку в описании под видео оставлю. Значит, смотрите, вы получили зарплату, да? Лучше сразу решайте, то есть какую конкретно сумму вы будете откладывать на свою цель. То есть у вас, допустим, цель купить машину, у вас цель накопить на первоначальный взнос. И, то есть вы себе уже поставили цель о том, что с каждой зарплаты я там буду откладывать, ну, условно говоря, там 3000 рублей, да, там 5000 рублей, ну, по мере возможности. То есть сколько можете, да? Может, что-то и 10 тысяч может откладывать. Вот. Дальше вы тратите, 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 то есть, ну, деньги, ну, на питание, на проезд, на коммуналку, на все прочее. И у вас там еще, условно говоря, остается 1000 рублей, там даже 500 рублей пусть у вас остается, да, там, в последний день месяца, да? Я рассказывал просто, как я это делаю, я все-таки оставлю ссылку в описании, посмотрите. Вот, допустим, осталось 500 рублей, да, вот, там 30 число или 31, да, завтра начинается новый месяц. Просто эти 500 рублей берете и откладываете на неотложные там нужды, да, расходы, то есть вдруг там когда-то понадобятся. Только, опять же, эти деньги вы потратите, если они действительно вот прям понадобятся, не то, что вы там хотите, не знаю, там, последний, там, крутой смартфон себе купить, там, последней модели, там, что-нибудь такое, там, или айфон, да, тот же самый, там, самый-самый крутой купить. Не для этого, если действительно деньги нужны. Так, это я рассказал, да, про 20 способов накопления. Так, дальше, про банковские вклады, что хочу сказать. Лучше выбирать более проверенные банки, более крупные банки, несмотря на то, что сумма, значит, до миллиона 400 тысяч рублей, она застрахована, то есть есть агентство по страхованию вкладов. В том случае, если там Центробанк отзовет лицензию у банка, еще там какие-то проблемы у банка случатся, до миллиона 400 тысяч вам агентство по страхованию вкладов обязаны будут компенсировать. Но, все равно, это происходит не так быстро, я сейчас просто расскажу чуть позже, так сказать, одну историю, которую мне рассказывали. Лучше выбрать какие-нибудь известные более банки, в принципе, можно найти с хорошей процентной ставкой. Ну, это уже надо более подробно вот посмотреть в интернете, то есть там какие-то, допустим, ВТБ банк предлагает условия, Ростсельхозбанк, ну, Сбербанк. Сбербанк, хотя очень маленькие там ставки по процентам. Вроде бы я слышал, Польша-то банк, неплохой банк, ну, в общем, это уже тоже вам решать самостоятельно. Так вот, а теперь, что я еще хочу рассказать просто, почему вот именно крупные банки. Мне один раз рассказывали такую историю, ну, когда еще в Курске жил, да, значит, надо, чтобы был процент, высокий процент, да. Там был такой, так называемый, потребительский кооператив, даже не банк, а потребительский кооператив, он так назывался, Крым. Он назывался Потребительский кооператив Крым. Он, значит, в Курске, насколько я знаю, был на улице Садовая, может, он даже единственный там был, в Курчатове он где-то был. Ну, в общем, не суть, в общем, вот этот потребительский кооператив, там было 20% годовых. То есть, вы представляете, да, у вас там условно 100 тысяч рублей вы можете положить, и просто так вот 20 тысяч еще за год вам плюсом придут. И мне тогда говорили, Толя, в Крым, в Крым, в Крым обязательно нужно деньги нести, там нужно открывать вклады, там большие проценты. И в итоге получается, что этот Крым там, ну, по каким-то причинам закрывается. Я точно не помню там причин, там какие-то там финансовые проблемы, лицензию отозвали у них. И там просто, я не знаю даже конкретно, чем закончилась эта история, а у человека там были вклады, и причем, видимо, не маленькие вклады. Ну, там приходилось несколько дней просто находиться в этом отделении, ну, банка, так скажем, да, в этом отделении, в общем, потребительского кооператива, если так правильно сказать. Заполнять там какие-то кучу бумаг, просто там кучу бумаг там заполнять, что-то подписывать для того, чтобы получить эти деньги. В итоге, чем конкретно история закончилась, я не знаю. Вот итог этой истории до сих пор я не знаю. Так, дальше, накопление в валюте, да. Каждому выбирать, как в какой валюте копить, да. Сейчас я, почему бы, допустим, не стал этого делать, знаете, такая ситуация немного непредвиденная, да. То есть, я не знаю, как оно, что оно там может быть дальше. Особенно, что, вот почему так у меня, да, произошло вот это, почему я сейчас не уверен накопить, вот именно накопить в валюте. В том году, помните курс весной, сколько доллар был? 150, да, 150-200. И никто тогда не думал, что он уже в июне, спустя 3 месяца, будет стоить 50-60 рублей. Просто никто не думал, что так будет. Думали действительно, он будет расти, 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 расти. Поэтому здесь, знаете, такая ситуация, здесь как играл в лотерею, что ли, я не знаю, как это по-другому назвать. Вот. Ну и ценные бумаги опять точно так же, да. Здесь нужно очень хорошо разбираться, хорошо уметь прогнозировать, как ситуация, да, повлияет вот на экономику. Потому что бывает такое, что акции вырастают, бывает такое, что они падают. Бывает такое, что они падают, потом начинают расти, но все равно они могут не дорасти до той цены, там, по которой вы купили их. Поэтому так. Вот самый, я считаю, вариант, это все-таки ценные бумаги. Это, конечно, очень такой рискованный вариант, хотя его можно пользоваться, но там очень все грамотно надо продумывать. Там очень грамотно для того, чтобы не потерять. Вот, особенно если какую-то там большую сумму денег, потому что, я говорю, вы можете купить там кучу акций, потом это может по каким-то причинам, ну, понятно, там, кризисы, там, экономические ситуации, они начнут падать. Потом вроде бы там начнется рост, но он не дойдет до тех значений, вот, когда вы покупали акции, да. К тому же, в прошлом году, да, когда у нас вот этот вот кризис был, там же вообще месяц торги не проходили. То есть, акции месяц вообще не торговались. Вы представляете, у вас акции есть, да, а вы ничего, по сути, с ними не можете сделать. Вы их не купить не можете, не продать не можете, да. Такая ситуация была, и вот где-то там в течение месяца в прошлом году такое было. Вот такое, друзья, видео получилось, поэтому, я говорю, копите обязательно деньги на определенные цели, и чтобы просто у вас была, так сказать, заначка на необходимые какие-то там расходы. Пожалуйста, да, то есть не надо там пользоваться, не надо брать в долг у людей, не надо кредитные карты оформлять. Просто копите, просто по чуть-чуть копите, копите, копите. И у вас даже хоть сколько-то, хоть даже там небольшая сумма, но у вас уже будет. Просто начните копить и все. Ставьте цели, если вдруг какая-то цель есть. Нету цели, просто копите на неотложные какие-то нужды, для того, чтобы там не обзванивать там всех друзей, знакомых, ни у кого не просить, и ни в коем случае не брать кредитные карты. Все, друзья, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok